День 16 июля 30, друзья мои, здесь из-за полиции, бизнесмены собираются покинуть город, нормально, продолжим, посмотрим, поиграем. У нас, как помните из последней серии, меня пригласили в массовку в одном из ТВ-шоу, я всегда мечтал попасть на телевидение, можно мне отгул? Нет, нельзя, пошел нахуй, пидор, начать день, никаких отгулов, все трудимся и работаем, у нас война с мафией, кто помнит последние мои серии, смотрел эту игру, погнали, день 16, у нас 25 тысяч бабосов, а надо миллиончик, так, мэри, результаты, теперь вы можете улучшить свой спецназ. Еееее, так, мощность на 50% заставить работать два раза в день, не знаю, что делать, давай два раза в день все-таки работайте, и моя зарплата 1970 долларов, ага, не автоматическое оружие, забрать все себе, пока забираем, забираем, значит, начальник, начальная школа, так, Кристофер Сент, вот, охранники должны были забрать со школы детей нашего юриста, но оказалось, что за минуту до нас их перехватили люди, похожие на панка в Варге, мы не знаем, как враг нашел этих детей, они учатся под фальшивыми фамилиями, но действовать в любом случае нужно быстро, они не могут уйти далеко, ну, давай поможем с Эндом, хуй с ним, так бывает, да, у нас к концу прошлой серии 3-3 был перевес в мафиозней разборке, и вот я не могу до сих пор определиться, так с кем мне, ну, кому помогать, Сентом или Варгом, но начальная школа Фрибурга, начальная школа Фрибурга, две учительницы старшего класса устроили драку прямо на уроке химии, учительница Долорес Пендер, вызвавшая полицию, сначала попыталась успокоить их, а затем полезла разнимать и получила в глаз, да, господи, блядь, ну, что уж, с учителями-то не могут разобраться, что ли, у нас к школе едут две машины, вот, и не могу до сих пор определиться, музей, музей эмоций и изобразительное искусство, ночью из музея исчезла неизвестная картина голландского мастера Деврума, недавно выставщика для обозрения, разбито окном музея, внутри на полу валяется кирпич, я, давайте-ка, что-то делать, глаз, вообще, в архив отправляем это дело, соответственно, должны два адвоката освободиться, попробуй, Пуаро, разберись пока для начала, а потом мы подключим. Так, больница Сан-Джона, больница Сан-Джона, мисс Бундар сообщила, что медсестра пыталась продать ей наркотики прямо в больнице, я пришла на прием к врачу после перелома, медсестра услышала, что я жалуюсь на боль, дождалась, пока доктор выйдет и стала нахваливать свой товар, лучше любого Вика Дина, говорила она. Так, ну давайте, давайте, так, а что у тебя за буква А, тебя не отпустили и ты это, драка, отчет, преступник скрылся, офицеры невредимые, блядь, две телки подрались и просто убежала, это жесть, это просто какой-то лютый трэш. Кража, расследование. Так, я, ну, не до кражи, честно, потом прочитаю, кадров нету, в Арге нужна помощь. Один из наших залез в квартиру одного из Сэндов, но этот козел вернулся домой, получая неладное и достал пистолет, теперь наш парень прячется где-то внутри. Мы придумали, как достать его на плече с Донатом, так, пока оставим. Нехуй лазить по чужим квартирам. Так, денежек-то у нас маловато. Отчет. Преступник скрылся, офицеры невредимые, добыча кокаин. Е-э-э, бэби, продадим кок. Так, коку сейчас будем так. Мисс Бойт, я состоятельный человек, который не безразлична судьба города. Я хочу пожертвовать полицейскому департаменту сумму, достаточную для того, чтобы нанять трех дополнительных офицеров, но при одном условии. Одно из этих мест займет мой приемный сын. Разумеется, вы не можете удовлетворить, уволить его, но при каких, ни при каких обстоятельствах. По рукам. По рукам. Биржа труда. Наймем на смену А. От тебя на смену Б. Так, центр города. Кто-то пристал на улице к сводной сестре, члена нашей семьи. Ее водитель позвонил нам из таксофона, но сам он слабак и сделать ничего не может. По описанию нападавшей очень похоже на людей в арге. Задержите этих долбоебов. Прямо так и написано. Задержите этих долбоебов до прибытия наших парней. Не бейте их слишком сильно. Просто сделать так, чтобы они не сумели скрыться. Мы приготовили для них сюрприз. Давай. Давай, 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 давай. Давай вот так вот. Попробуем. Пригород. Один из наших. Ну, блядь, не могу тебе ничем помочь, братун. Братун. Хорош уже. Так, спецназ есть? Мэрия. А что мы в мэрии? Мы ничего не можем попросить. Ладно. Пожертвовал бы кто-то мне баблишко, я бы был бы более, это, такой, доброжелательный, короче. Центр города, ограбление. Позвонил парковщик, который только что видел, как девушка, выходящая из дорогой машины, подбежал парень в капюшоне, угрожая электрошокером, отнял у нее сумку. Так, Бейли, Даниэль и Остина берите. А, нельзя. Значит, поедут на двоих. Ага, вечереет. День 16-18 часов. Денег 27. Нам дали два слота, и я понял, что Перси – это один из этих. Ограбление. Преступник помен, офицер невредимый. Отличная работа. Исправительное учреждение. Пожилому зэку надоел, надоел юда в тюремной столовой, и он пробрался на кухню за точкой, побеседовать с поваром. Полиция позвонила охране, который боится заходить на кухню, чтобы не спровоцировать зэка. Так, ну тут нужны такие прям это, лютые ребята, и давайте пробовать разобраться с зэком, что у нас там получится, что кто кого. А вот и день уже подходит к завершению, как бы основного времени, но мы работаем сегодня допоздна, дабы заработать баблищу. Так, а что с кокаином? Где бабки за коку? Так, на полу кухни разбитые тарелки и перевернута кастрюля с мутной жижей. Пожилой зэк сидит на табуретке и макает повар лицом в кастрюлю, приговаривая, сам ешь это дерьмо. Так, эй, у нас здесь остался еще теплый бургер. Повезло тебе, что тебя вообще кормят. У нас есть бургер, хочешь бургер? На хуй, блядь, за бургер пойман. Это гуманность просто. Просто гуманность и ничего другого. Гетто. Сегодня мы принимали в свои ряды новых ребят, и пока мы проводили ритуал снаружи, один парень стоял на стрёме. Нагрянули сэнды, подожгли его, и теперь стоят, смотрят, как он умирает в муках. Что-то должно это, кто-то должен это остановить. Давай-ка съездим, остановим. Сейчас я сделаю нейтралитет такой вот между этими враждующими шайками. Так, помимо того, что они грабят, они воюют друг с другом. Так, ограбление. Отчет. Новых кадров не найдено. Отлично. Кража. Открытое расследование. Кража. Кинул камень. Нет, шел чувак, подобрал кирпич и кинул. Все понятно. Так, а что у нас тут в расследовании еще есть? В архив, нахуй. Тоже в архив. Все расследования в архив. Не хотите их расследовать, значит, все в архив. Да, нет, но в расследовании мы еще не открыли. Два часа ночи, завершаем день. Сэнды 5-4. Нормально, нормально. Так, завершить день, да, конечно. День 17 июля, 31 среда. Роджерс ответственный за разруху в полицейском департаменте. Бывший сотрудник мэрии назвал официальные цифры по безработице. Понятно. Ну, слава богу, что у нас нет никаких там яблок, апельсинов, короче, вот этой вот терки. Так, ну вот ладно, смена у нас подлаталась, никому никуда не надо, и мы стартуем. Нет, сразу на карту. Так, мы недовольны эффективностью полицейского департамента Фрибруга, мы урезаем ваш бюджет. Да вы что, охуели что ли, бля, я не понял. Бля, ну я не знаю. А, вот этого уволить нельзя, это этот жопошник сраный. Бля, ну че. Уволим пока этого. Уволим этого. Ваша доля. О-о-о. Давай поделимся с подчиненными. Завтра истекает срок. Срок чего? Наймите женщин. Да шли вы нахуй. Пригород. Пожилая Эмма Уэдстон позвонила с жалобой на своих соседей. Из их дома наносятся громкие звуки, напоминающие скрежет металла. Рев турбин и какие-то гудки. В окне она видела дергающихся людей. Давайте. Ладно. Езжайте. Увольте, бля, мужиков. Наймите женщин. Да идите вы нахуй. Слышь, бля. Урезают мне бюджет, бля. Тем не менее. У меня 30 тысяч бабосиков. Так. Психиатрическая лечебница Брудвелл. Больные восстали против санитара во время завтрака. Троих ранили, заперли вместе с ними в столовой. Обещают убивать по одному санитару каждый час, если их не выпустят на свободу. Е, бэби, автозак, самоди, робинс, мич и сталл. Сейчас разберемся с зэками, бля, на раз-два. Вот увидите. Такие зэки психбольные. Че с ними разговаривать? Прям бэм-бэм-бэм одного, второго, третьего. Нарушение общественного порядка. Преступник пойман. Офицер невредимый. Отличная работа. Мужики возвращаются. Так, пять-четыре. Смотри, по воде проехал, да, моста нет. Так, гетто. Мистер Марго познакомил нас с человеком по имени Боб. Боб достает нам любое оружие, которое мы заходим. Но тут позвонил его сосед и говорит, что к Бобу домой пробрали странные люди. У одного из них есть кинжал. Мы не хотим, чтобы Боб умер. Разве полиция не должна делать так, чтобы люди не умирали? Ну, давай попробуем. Вокруг здания столпились репортеры и зеваки. Преступники не наблюдают за происходящим из окна третьего этажа. Отправить переговорщика, пробраться через черный вход, штурмовая здание, пробраться через черный вход. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Отличная работа, слышь. Не зря я послал такую толпу людей. Да, вот события разворачиваются, конечно, медленновато. И хотелось бы какого-нибудь, что-нибудь, блядь, ну, бабки. 500 тысяч долларов. У меня только 30. Прошло 17 дней. Мне кажется, ну, это нереально долго. Тут, короче, надо либо крутить прямо этот центр города. Позвонила испуганная женщина и сообщила, что по улице бегают двое парней, одетых в рыцарские доспехи, кричат, бейтесь наших жал, бойтесь наших жал, и говорят, и гоняются за прохожим и развахи клинками. Пока они никого не задели, но клинки звенят как настоящие. Это просто какие-нибудь эти, блядь, как их там с кинжалами называют, с мечами, тифтонцы, ебаные, или как там, придурки, короче, нормально все. Не зря, я уверен, я не зря одного отправил туда. Так. Преступник помен, царь невредимый. Гражданский погиб. Литл, ты дебил? Или дура? Так, сельская местность. К мистеру Санту приехал старый, странный друг сегодня. А, старый друг сегодня. Они собирались устроить прогулку на лошадях, но владелец загородного клуба только что позвонил нам и, заикаясь, рассказал, что какие-то панки до смерти избивают лошадей. Приготовлены для... О, нихуя. Так, ну че, Грант, иди. Раз, блядь, убил гражданского, иди. Да, дела, делам. Делам. А эти мне все, блядь, за зарплату урезают, 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 блядь. Я вам в ваш город такое состояние приведу, что вы охереете. Склад в порту. После того, как Санды разбили все наши спортивные машины, мистер Варга пообещал нам новые. Сегодня первая из них прибыла в порт. Мы хотели покататься, но какие-то люди заперли Томми в машине и подняли его краном. Томми кричит так, что, кажется, вот-вот умрет. А Литл, конечно, опять езжай нахуй. Грант и Литл, вот, блядь, вы будете встревать в мафиозные разборки. Да, ребяточки, вот как-то так. Все складывается, накладывается, все непонятно. Гетто, жалоба на шум. Клим Юрьев сообщил, что в соседнюю квартиру постоянно ходят подозрительные люди. С огромными сумками шумят, кричат и не дают его трем сыновьям спокойно делать уроки. Разберитесь уже с этими бандитами, прокричал мистер Юрьев. Стовал, Роберт Смит. За дело, это гетто. Погодка, да, ухудшается. 30 тысяч денег, надо чего-то придумать. Я бы, наверное, припыгнул бы мэра как-нибудь, если бы можно было через Сэндов. Но у Сэндов нет таких функций. Здесь тоже ничего. Здесь биржа труда нам ничего тоже не дает. Но, в принципе, две смены у меня чувствуют себя вообще великолепно. Особых проблем нет. Склад порту. Целая толпа людей в Арге напала на грузовик, принадлежащий одной из наших фирм. Эта машина перевозит кое-что очень важное. Лишь мистер Сэнд и два его заместителя знают, что именно это за груз. Водитель успел позвонить нам, связь прервалась. Вероятно, он уже мертв. Нужно остановить засранцев, пока они не скрыли. Ну, ладно, блядь, давай. Я прям буду всем помогать. Жалоба на шум. Преступники пойманы, офицер невредимый, отличная работа. О, автоматическое оружие. Тупо все продаем. Кок продаем. Оружие продаем. Раз полиция урезает нам бюджет, мы будем просто барыжить. Побег с места аварии. Два новых кадра. Чуваки. Вот как-то так, да, наверное? А, не пересели в красную машину. Вот так это будет. Наверное. Нет. Вот так. Была машина. Она его сбивает. Отличная работа. Работает, по крайней мере, хоть кто-то. Так. Что, вернулись? Тут все нормально. Едут обратно живые. Вроде бы живые. Отлично. Завершить день. Семь-шесть. Ну, так вот. Завершаем. День восемнадцатый. Август. Первый. Четверг. Бывший член мафии рассказал о коррупции в мэрии. О, да. О, да. Коррупция в мэрии. Машина по-прежнему у нас барахлит. Отличная работа. Я слишком устал. Едва держусь на ногах. Могу я пойти домой. Да хуй тебе, папенькин сынок. Мои котики наялись просроченной сметаной. И у них всю ночь был понос. Им уже лучше. Но я хотел бы провести сегодняшний день вместе с ними. Можно мне выходной? Да, приходи завтра. Начать день. Если я не могу тебя уволить, то устал ты или не устал, будешь как проклятый. Мы недовольны эффективностью полиции департамента Фреброга. Мы урезаем ваш бюджет. Блядь, да вы охерели что ли там? Я не понял, блядь. Вообще, что-то ничего никак. Что за беспредел, блядь? Остин, свободен. Ваша доля забрать себе все. Джек, ты поклялся служить городу. Если ты не будешь выполнять свои обещания, мы не будем выполнять свои. Я понял вас. Хорошо. Расследование провально. Все детективы погибли или уволены. Отлично. Два бомжа пробрались ночью в магазин выпечки. Съели все запасы и уснули внутри. Утром хозяин заведения, Грегори Мартинес, вместе с кассиром Анной Лукас зашли внутрь и стали осматривать повреждения. Бездомные, вооруженные ножами, ничего не обрадовались гостям и напали на них. Хозяин лавки успел сбежать, а вот девушка осталась внутри с бомжами, которые тут же начали срывать с нее одежду. Вот иди работай, блядь. Троих отправлю бомжи с ножами. Это же, ну, это вам не что-то там такое. Так, пять, четыре, а, шесть, пять у меня, да, в мафиозной разборке. Надо уравнять их шансы. Так, после инцидента с лошадьми мы тайно перевезли гостя мистера Сэнда в отель и выставили охрану снаружи, но внезапно из номера послышались крики. Кажется, в ванной течет вода. Мы уже ломаем дверь, но присутствие полиции не помешало бы. Не поеду. Не хочу. Изнасилование. Преступники пойманы, офицеры невредимы, гражданские невредимы. Отличная работа. Хотя, не, поеду, перси отправлю. Да. Хотя он сынок. Хотя он сынок. Его, наверное, нельзя отправлять. Так, кафе Блиц. Дальнобойщики поспорили за место на парковке возле закушанной и сцепились друг с другом. Повар пытается их разнять, но попал под руку и теперь лежит на земле без движения. Иди. Иди, так и быть. Будешь в курсе мафиозные расследования, потом в мэрии расскажешь, что к чему. Паскуда мелкая. 37 тысяч денег. Да, мне надо очень много. Парк. Так, мы устроили в парке небольшой концерт. Но впервые заметили, что кто-то заминировал сцену. Мы боимся двинуться с места, вдруг бомба взорвется от топота наших ботинок. Пришлите кого-нибудь. Хорошо. Драка. Преступник скрылся, офицер невредимый. Ну, понятно, собственно говоря. Остин-то уже уволен. Остин уже уволен. Мэрию попросить не можем, а в полицейском участке тоже. Там смена 18, здесь смена 17 человек. Пончикова, Донателла, Джек. Вся моя... Так, моя семья дружно заболела, я не смогу пока найти подмены. Прошу выделить мне пару своих ребят, они будут жарить пончики. Это несложно. А я им покажу... Так, покажу и буду на кассе. Моё заведение едва сводит концы с концами. Так, что я не могу позволить себе даже один день... Да, конечно, в полицию, блядь, обратилась за пончиками. Ты ебанутая, что ли? Нет, я не понимаю. Был бы у тебя оружейный магазин, я бы ещё что-то понял. В полицию, блядь, понял. Хотя у меня есть такие люди, блядь. Один папочкин сынок, другой уволен. Пускай пикут пончики, почему бы и нет. Казино. Ребята, помогающие нам с поставками оружия, говорят, что к ним в дом во время игры в покер ворвались панки. Наши парни могут на себя постоять, но ситуация кажется патовая. Они там направляют друг на друга оружие и ждут, кто первый... Да, конечно, блядь. Чё, пара полицейских, пара полицейских. Говно вопрос. Эмми Марвен. Стоять у плиты адский труд, я уверен, от брызг кипящего масла не легче, чем уклониться от пули. Хорошо, что мистер Марвен пообещал кормить нас пончиками на шар до конца года. Ну, вот, видишь. Ты уволен пончиков, поешь. Кинотеатр. Во время сеанса боевика законопослушный Макс-3, работник кинотеатра, застал одного из зрителей без штанов. Ввел он себя крайне неадекватно, а на замечание сотрудника отреагировать угрозами перерезал глотку всему залу. А угрозами отреагировал перерезать глотку. Так, ну у меня есть Казуми, Перди и Рид, такие бравые ребятушки. Я думаю, у них все получится. Вечер. Так, пригород. Нам вели охранять дом, в котором мистер Варга хранит какие-то важные документы. Мы отошли всего на пять минут, а дом уже горит. Помогите нам вытащить коробки с бумагами. Ну, уж сами справитесь. Что, блядь, коробки с бумагами и не вытащить, это прям изи, мне кажется. Так, в зале кинотеатра немноголюдно. Фильм в самом разгаре. Бросить нарушителей чем-то тяжелым, включить свет и наставить на нарушителей оружия, аккуратно подойти к мужчине. Ну, давай подойдем. Делов-то еб-то. Хотя можно было, блядь, и покидаться, мне кажется. В чем? Пригород. Вандализм. Мужчина, оказавшийся раскрывать свое имя, сообщил, что группа подростков в очередной раз написали на его гараже оскорблительную двухметровую рифму к его имени. Мужчина рассержен и грозится в следующий раз применить оружие. Да идите, разбирайтесь там с надписями, с мужчинами. Да, весело, весело. Сколько тебе людей надо? Ладно, езжай, хуй с ним. Бля, у меня вся полиция, уже все мои сотрудники в курсе, что мы там с копами, короче, туда-сюда и обратно. Ой, точнее, с мафией. Вандализм, отчет. Преступник скрылся, офицер невредимый. Что работал, что нет. Бестолочь какая-то вообще. Перси. Волосопотлаты, блядь. Ладно. Давайте со мной сейчас завершаем день. 9-8. Это интересно, чем это кончится. Что с тобой? Приказать работать дальше. Завтра. То есть будешь у нас пахать. Так, мэр попросил прокурора провести высказывание на экстремизм. Обучение в университете Фрибруга станет еще. Охерели все, блядь. Просто уже в корень. Так. Перси не пришел на работу сегодня. Хорошо. Хорошо. Так, день 19-й. Мэрия, зарплата 1300. Мы обеспокоены низким показателем эффективности полицейского департамента. Поэтому посылаем к вам специально уполномоченных инспекторов. Японские бизнесмены, которые мы вынуждены хранить в тайне, скоро прибудут во Фрибр. Город наедине подписать с ним очень крупный контракт. Как гость он посетит многие городские учреждения, в том числе полицейский участок. Его визит назначен на 5 августа. Убедите, что в этот день его встретят как минимум трое копов азиатов. Вообще похуй. Так, в участке пришел лесоруб Фрэнк Гришман и заявил, что заложил бомбу в соборе. Он обещал взорвать здание со всеми посетителями, если полиция не арестует священника. Так, увидишь, его уже покойную жену отказаться от лечения в больнице и обратиться за помощью к Богу. Господи. Иди к священнику, арестуй его. Мы разберемся потом. Сектанты херовы. Азиаты. У меня есть азиаты или нет азиатов? Бля, вот эти вот все, блядь, прихоти. В дом нашего лидера прислали коробку промокшую кровью. Скорее всего, там голова или еще какая-нибудь часть тела. Мы не будем открывать коробку без полиции. Езжай, откройте. Азиаты. Азиаты пятая. Да, давайте. Так. В соборе полно посетителей. Объясни, что в здании бомбы приказать всем немедленно выметаться, бросить все силы на поиски бомб, найти состоятельный счет. Под скамейку у алтаре нашли самодельное взрывчатное взрывное устройство. Перерезать все провода, убедиться все, покинули собор, отсоединим батарейку. Преступник скрылся, офицер погиб, блядь, заебись у нас, минус. Великолепно. Люблю эту игру. По-настоящему. Литтл погиб. Очень жаль, очень жаль. Так, заместитель. Заплатить за имена, нанять ступкачам. Пока не будем это делать. А вот. Ладно. Торговый центр. Пьяный подросток. Подбадриваясь группой товарищей, полностью разделся прямо у кассы и попытался купить пачку презервативов. Кажется, было... Ой, ладно, езжай. Разберись там с анонистами. Шеф, тут такой мужик в лохмотье хочет пройти в полицию, в полицейскую часть. Говорит, что он тибетский монах, который хочет поговорить с копами о природе насилия. Ну, давай, впустим, пускай зайдет. Поговорит с копами о природе насилия. Тибетский монах. Господи, блядь, ну что? Что такое? Так, дорога. Из соображений безопасности мы решили сменить всю прислугу на ранчо. Мы наняли 8 новых горничных из соседнего города. Но автобус, на котором мы перевозили их, перехватили банки в арги. Нужно показать им, что даже с нашими горничными нельзя шутить. Ладно, покажем. Стовал у меня прямо такой самец. Митчелл у меня есть. Стовал и Митчелл. Отчет. Преступник Пемин, офицер невредима. Молодец, самоди. Может, просто магет. Красава. Допросы. Эти офицеры нужны нам для официальных допросов. На ближайшие дни не освобождаются от любых служебных обязанностей. Бейли, Робинс, Стовал. Хорошо. Допрашивайте. Делов-то, блядь. Так, хоккейная команда, принадлежащая мистеру Санду, тренируется перед важным матчем. Ледовая арена закрыта в час тренировок, но директор стадиона сообщил, что какие-то люди из странной одежды ворвались в здание и прорываются к трибунам. Смит. О, во, 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 я же Смит сказал. Корявые руки. Так, ну что, дела у нас обстоят, конечно, не самым лучшим образом. Не самым лучшим. Деньги капают очень плохо, нас прессует мэрия, пригород. Немного безумный женский голос проорал в трубку. Божечки, эта тварь сейчас убьет мою девочку, присылайте всех ваших людей. И звонок оборвался. Прям всех, что ли, прислать? Ну вот, троем ежать. Да, так, у нас есть автозак, спецназ. Как-то все так вот, как-то негладко, что ли. Что-то, надо что-то придумать. Темнеет. Так, Вику Сварга. На заработанные деньги мы решили организовать свой собственный бар. Так, в подвале одного из жилого дома. В день торжества открытия кто-то очень настойчиво ломился в дверь. Мы решили, что это жильцы, возмущенные шумом, вышли проверить, а это оказалось не люди сэнда. Они и тут все разнесли. Некоторым из нас удалось сбежать, а других сейчас жестко сбивают. Да нормально, на самом деле. Нападение, отчет. Кошка пожилой женщины подралась с соседней собакой. Пес убежал домой, когда на помощь кошке из дома выскочил еще четыре кота. Там троих я отправлял туда. Жесть. Ну просто жесть. Мост. Девушка только что переезжала по мосту на своем кабриолете и увидела, как двое громил взяли за ноги тощего парня и свесили с перила моста. Парень громко кричит. Митчелл двое герзил. Надо пристрелить срочно кого-то. Самади, Даниэль, Ван Даун. Блин, надо что-то придумать. Надо что-то придумать. Барбекю. На барбекю пойдет. Товол. А кто еще был? Смит. И вот этот. Отправлю-ка я их на барбекюшечку. Побег с места ареста. Понятно. Отчет. Преступники пойманы, офицеры невредимы, гражданские невредимы. Отличная работа, Митч. У тебя на шашлыке поездка будет. Подкуплю маленько. Завершаем день 11.9. Как-то так у нас получается. Объявить мертвым. Я не буду зарабатывать бабки. День 20 август. 3 суббота. Строительство на новой школе вновь отложено. Новые федеральные законы позволят преступникам легче отмывать деньги. Отлично. В Фрибурге пройдет выставка детских рисунков. Ну, собственно говоря, ребята, следующие дни мы посмотрим с вами вместе уже в следующей серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока. С вами был Бэтсанта. Santagames.ru Лучший магазин цифровых товаров. Быстро, качественно, надежно. Друзья, закупайтесь только на Santagames.ru Субтитры подогнал «Симон»